Переходим к презентации новых изданий. Первая в программе у нас презентация монографии кандидата искусствоведения, доцента кафедры Русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры Елены Евгеньевны Васильевой. Я счастлива была слышать прекрасное пение, и еще счастливее была бы я, если бы была среди вас, но вот так приходится таким образом общаться. Я прошу вас, пожалуйста, в презентации, там написано изображение, и там есть картинка закат на Иордане. Пожалуйста, бросьте его на экран, пока я говорю, чтобы глаза отдыхали и сознание перестраивалось. Получилось? Это чудесный эллигический и романтический снимок, такое напоминание о новом Иерусалиме, прекрасном создании, которое здесь на картинке, вот за рекой и от Данкарцев большой водной глади, а за ним свет вечерний-невечерний. Значит, издание, которое я хочу представить вашему вниманию, очень долго готовилось, долго шла работа с источниками, долго шла издательская подготовка, но, как видите, получилось красиво. У вас на столе там лежат книги, а я еще тоже возьму вот так руки, чтобы мне как бы поздоровались, Петербург и Москва, Москва и Петербург. Новая Иерусалимская школа песенной поэзии, так названа книга, псалма на линейных нотах, и вот, поскольку времени очень мало, я могу, не могу выстраивать линии, я только набросаю точки какие-то, пространстве, которые помогут включить ассоциации и аллюзии. Значит, это псалма на линейных нотах, это духовная лирика в песенной форме, ну, песенная форма – это такая простая вещь, что приходится напоминать, что это одна музыка со многими словами. И это особый труд музыканта, композиция, создание собственной музыкальной формы, которая держит политическую, воплощает ее. И это первые опыты композиции по времени, ну, из первых опытов композиции, собственно, русских музыкантов, потому что распев этой категории логики не имеет. Распев – это слово, это подача слова, его смыслов, сверхсмыслов, арчных переходов, а не самостоятельно в отдельное музыкальное время. Я могу начать по-разному. Я могу начать от имен. Вот на обложке написано «Псалмы». Да, так говорили те, кто их писали. Но это такое почтенное слово, которое звучало и имело ценный вес во всех протестантских культурах. То есть лютеровские псалмы в Германии, гусицкие, правда их называют чаще песни в Чехии, кальвинистские во Франции, Швейцарии и так далее. И до сих пор в методистских церквях и во всяких ветвях катестантских это слово употребляется. И наши псалмопевцы, песнотворцы так и писали псалмы без мягкого знака. Но нам больше знакомы по последующим этапам жизни, бытования этих вещей более знакомы слова Канте и Псальма. То есть Канте – это, понятно, это триумфальные, виватные, победные песнопения в честь Петра и из этих других императоров. А Псальма – это южно-русский вариант произношения. Я могу начать от другого, от другой точки. Вот место я уже показала вам. Давайте покажем и лица. Там парсуна в связи с изображением. Покажите, пожалуйста. От личности. Парсуна, парсуна ниже. Опа, вот она, да. Вот, вы видите этот фрагмент, так что было видно лучше лица. Святейший Патриарх Никон и некоторые из братьев унистерей, прописанные имена над ними. И мы можем узнать их. И Герасима, митрополита. И можем, главное, увидеть лицо воспитанника Никонова, Килейна, Килейника, Германа, который стал замечательным поэтом и музыкантом. О его истории не буду рассказывать, иначе я совсем отвлекусь. И, наконец-то, могу начать от вещи, собственно, от рукописи. Вот, рукописи, содержащие псалмы, эту духовную велику. Позднеев, исследователь, который, собственно, и открыл в окрасихах имя Германа и понял, что это новогоруссалинская школа, называл рукописными песенниками. А то, что в них написано, книжными песнями. Ну, тут всё понятно, объяснять не надо. Это написано в книге и поёт, значит, книжные песни. Меня сначала долго смущало это, как же так псалмы развиты песни, а потом как-то стало нормально, правильно. Песни, оды, пение, молитва – это всё вместе. Вот, рукопись и издание, как они соотносятся. Полностью эта рукопись помещена в этой книжке. Она снабжена вступительной статьёй, комментариями, в которых привезены варианты некоторых и текстов, и музыки, многочисленными указателями. И одно из самых, я считаю, важных в этом издании «Вечей» – это вот такая… Вы можете открыть книжки, которые у вас, кто хочет взять их в руки. Здесь расписаны пять старейших рукописных песенников и перечислены инцепиты, псалмом по этой рукописи и отмечены в присутствии других. То есть мы видим, что это такой крепкий и большой корпус. Это важно, потому что рукописные песенники не имели тиража. Каждый уникальный, каждый единственный. Хотя иногда могли создаваться несколько в одной скриптории, но примитивно к Ново-Русалинске такие случаи неизвестны. И эта именно рукопись, хотя её позднее в числе пяти старейших не называют, почему-то вот так он решил, а остальные приведены. Она, на мой взгляд, самая интересная, потому что в ней виден замысел, в ней видна идея. Дело в том, что в начале книги, это часто делалось, пишется оглавление, реестр. И иногда и часто это оглавление пишется после того, как вся книга написана. Иногда заранее. И вот по некоторым деталям мы понимаем, что замысел книги был до того, как начали её писать. И этот замысел очень легко читается, и он очень выразительный. Не две половины. Вторая половина – это то, что было любимым пением в монастыре. И это расположено просто по первым буквам текстов по алфавитам. Первая половина интереснее и сложнее. Она тоже делится на две части. Сначала вместе слов и большой цикл из 37 частей, это все буквы алфавита. И каждая псалма начинается на следующую букву, разумеется, с исключением тех, которые не могут быть в начале слова стоять, они замещены другими текстами. Вот это начальная часть. И она начинается, вместе слов, начинается, естественно, с сентября, с начала византийского года, с начала византийского года. И первые слова этого текста очень важны. Это зачинь цикла и, может быть, обозначение начала большой работы. Я прочитаю не так, как это написано в литическом тексте, а распрямляя грамматические загогульные, получится так. Люди, соединенные в церкви, восславим новое лето новыми пениями Христу, предварившему и доброславившемуся. Вот эти новые пения, новая форма, что это такое? Значит, псалмы, которые, как я уже сказала, в всём протестантском, в сельско-протестантской группе существовали, это были, главный смысл был в том, что это присмотрение духовное на родном языке, которые в Германии, во Франции замещали, особенно в Германии, латинские тексты. И были они в песенной форме, и мелодия, музыка для них иногда бралась из того, что уже знали и любили, иногда сочинялась в этом же духе. Вот так в песенной форме написано в Мерцезоле. И также в песенной форме написано в Германии. Но если я дальше буду рассказывать подряд, подробно, мы ничего не успеем. Давайте послушаем из аудиозаписи первое. «Довосвалит вся тварь умами». Это из алфавита, на букву «Д». Отталкивается от 103-го псалма, но потом отходит до этого текста. «Довосвалит вся тварь умами». Идущи небесны, ниже свой местный, Царя славы, всем Богом знаний. О, царя славы, всем Богом знаний. Звучит песня. Звучит песня. Если успею, то немножко добавлю к этому. Очень хорошо было слышно различие движения, очень живая, яркая фактура и разнообразная. И всё комментировать не буду, в любое время для показа. Ещё один псалл из алфавита, Приди Архангел, это Богоречния. Пожалуйста, найдите на фотографии партитуру, будем смотреть на нотки и слушать. Так, нету. Есть. Вот Приди Архангел, три. И теперь звучание, два. Вот видите, я специально взяла эту маленькую партитурку, чтобы удобнее было смотреть. Они все написаны таким образом, чтобы не надо было перевозить её от листа. Тесно или свободно, но каждая партитура пишется на... Охватывается одним взглядом. Привычные три линии. Видно, что соотнесены верхние голоса между собой. Хотя в некоторых моментах самостоятельно. Здесь очень широко распят бас. И вот что очень важно. Каждая стручка – это стропа. Очень аккуратно подписаны стихи под соответствующими музыкальными фразами. И вот образуются вертикальные ряды, в которых может быть примечён окрасти. Мы сейчас увидим их на стихи. Пожалуйста, прийти в записи Приди Архангел. Приди Архангел на зарядку Деве Приносит радость к Раматериеве Радуйся, Деву, радуйся, Деву, обра дубавная Радуйся, Деву, радуйся, Деву, радуйся, Деву, обра дубавная Спасибо большое. Следующий фрагмент, ещё один фрагмент, который я хотел вам показать. Это из второй половины рукописи. Я сказала, что мы старались сохранить внешний вид рукописи, масштаб. Масштаб пришлось увеличить, но соотношение, где мы высоты и ширины Мы помещали фотографии некоторых в стране, чтобы было видно, как это звучит. Нет, нет, простите. Я цвет полевой. Песня, песня, пятый номер. Да. Значит, по второй половине. Рассвет полевой, я же доли, красоты многое преисполненная, преисполненная. Песня, песня, пятый номер. Спасибо. Вот рядом со мной сидит одна из певиц этого ансамбля, курсовая, которая поет диском в верхнем воле, сидит и улыбается, слышит эту запись. Это, я даже не успела сказать вначале, мне пришлось ради девочек, поющих и слушающих, единственный раз вмешаться в текст и для пения, сделать не аз есмь цвет полный, как там написано, а заменить на знакомый оборот, я цвет полевой или ядами. Иначе, просто, мы боялись, что не восстанется на слух. Но варсалинцы сделали переложение четырёх глав песни-песни неподряд. И четвёртую главу они начали над ней трудиться, но дошли только до половины. Вот на этом месте, на этой строчке, одиннадцатой, останавливаются все прописи. Что они делали с юбилейским текстом? Они его делали стихотворным, дополняя, не теряя, не пропуская ни одного слова, дополняя строчку стих другими герметическими формами или дополнительными словами, чтобы достичь силабического правенства. И вот такая гибкая, живая и яркая мелодика. Это очень яркие контрасты. Целиком этот цикл тоже у нас записан. Вот, следующий фрагмент. Совсем другое исполнение. И это другая, другой цикл. Это троеческий цикл, который тоже во второй части растворён. Если вместе с слов понятен как цикл, а фрагмент тоже, это описано в статье, то вот песни-песни понятны, потому что источник один, а вот троеческий цикл, мне кажется, что я достаточно аргументирую это на буквы А, Б и В. Вот первое, а с ангельским глазом. Пожалуйста, запись шестая. Ты поё мужской состав, для нас большая редкость. А аргументирую это. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И было очень много себе, или пяти житейских. И если представить себе, как он писал эти псалмы, эти протитуры, эти огромные окраски, которые так красиво и ясно размещены, они тоже стихотворные формы. Не нарушая этим поэтическое и колоссовское мысль. Это самое удивительное. Это я не могла сегодня показать. Надо внимательно читать текст. Ну вот, всё, что я, извините, немножко перебрала время, всё, что я успела сказать, представляю вам своё любимое детище. Спасибо. Мы вас благодарим. Вот так получилось, что псалмы нам попали в тему конференции очень удачно. Большое вам спасибо, что вы нашли время и вышли с нами на связь и представили нам свою работу. Сейчас я передаю слово моему коллеге, сотруднику нашего центра, научно-творческого центра... Можно там, наверное, микрофон, да? Научно-творческого центра церковной музыки Михаилу Александровичу Котельникову. Он же является главным дирижёром нашего хора и художественным руководителем, и дирижёром молодёжного синодального хора. Но вот, ко всему прочему, Михаил у нас ещё и композитор. И вот он, собственно, сегодня представляет там альбом из двух дисков. Это его собственное сочинение. Получше он нам расскажет. Но премьера уже состоялась, и в Соборной палате уже это было исполнено. Так что мы даже сегодня записи, кусочки, наверное, послушаем. Да, Миш, пожалуйста. Добрый день, коллеги! Добрый день, уважаемые слушатели! Если можно, мою презентацию включить. Первую. Последний. Я хотел бы презентовать свой диск. Он называется «Песнопение божественной литургии». И хотел бы рассказать немного о истории создания. Совсем недавно мы с вами переживали одну из самых сложных в мире ситуаций. Это пандемия коронавируса. И для каждого из нас это была какая-то неясность, что ждёт нас впереди. И в этот момент, собственно, у меня родилась эта идея и мысль о создании литургии. Литургия посвящена памяти всем усопшим православным христианам от этой болезни. И, думаю, для всех нас в это время оставалась только одна надежда – уповать на Бога. И у меня личная история была. Это у меня заболел мой отец. И как раз в это время продолжала проходить практика церковная в храме на Ордынке в «Сельской обящей радости». И там, собственно, некоторые песнопения уже были использованы в литургии. Написана она была где-то за две недели. И исполнена первый раз тоже в храме «Всескорбящих радости», когда во время литургии служил владыка Иларион, митрополит Иларион Алфеев. Можно дальше? И еще одну тоже. Спасибо. Вот. Значит, хочу рассказать о том, что как исполнитель, мы все искали какое-то спасение и какое-то внутреннее понимание того, что нам дальше делать. Я, как композитор и исполнитель, собственно, выражал свои мысли музыкой. И вот, как я уже сказал, что буквально за несколько дней были сочинены песнопения первой части литургии и затем в течение двух недель вторая. И, собственно, я все это время, да, эта вся история была и со мной, и вот я недавно сказал про отца тоже, да, что я внутренние переживания, у меня внутри было душевное переживание, да, по этому поводу. И также по завершению написания божественной литургии, песнопения божественной литургии, мы исполняли разные песнопения священника Протерея Николая Ведерникова и с Московским синодальным хором, и с молодежным хором научно-творческого центра, дирижером которого я являюсь. И также я решил посвятить эти песнопения как раз композитору Николаю Ведерникову, так как он после моего написания, после завершения, да, как бы нашей пандемии всеобщей, он ушел от нас. Вот, можно дальше, да? Да, вот первое исполнение, хотел рассказать, да, что это было во время литургии, и у престола в тот день служил владыка Иларион. Он сказал, что эта музыка не отвлекает от богослужения, что является одним из главных критериев для церковных песнопений для него лично. Он это сказал на проповеди после литургии, которую совершил. Можно дальше? Также хочу отметить, что первое исполнение было исполнено московским синодальным хором. Мне дали, так скажем, в руки хор Алексей Пузаков, заслуженный артист России, и мы исполнили ее. Также в том году, 6 декабря, была исполнена концертная версия этой литургии, и по стечению времени было написано мною второй диск, это причастный на каждый день недели и праздничный причастный. Я решил объединить эти два диска в один альбом, который вы видите. Это как бы продолжение истории, можно дальше все это числать? Продолжение истории моего личного переживания, А также это исполнительная практика в сфере нашей практики, которая проходит в стенах Московской консерватории и в стенах храма всех скобящих радостей на Орденке. Дальше хотел бы сказать про коллектив, молодежный синодальный хор. Я являюсь его руководителем с 2017 года. В это время как раз было очень сложно собрать определенный состав исполнительный. И когда во многом кто-то уехал по своим городам, кто-то остался, но при этом у нас получилось записать диск в студии Stage & Song, который руководит Владимир Соколов. Он мой друг, мой однокурсник в колледже имени Политва Иванова. И также хотел еще отметить, что в этой записи присутствует сам владык Иларион, а также протодиакон Константин Барган. Он сейчас архидиакон Святейшего Патриарха Московского Сияруси. И как раз в том году, в декабре, было издание этого диска издательством «Русский мир». И исполнено первое концептное исполнение в зале по СТГУ «Соборная палата». Я бы хотел, собственно, закончить свое вещание и хотел перейти к аудиозаписи, которую я подготовил. Это Херувимская песня. Давайте послушаем часть. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Буквально в течение часа мне вручили эту книгу, на которой я работала очень долго. Ну, конечно, тоже с перерывами, на те же пандемии и так далее. То есть это всё понятно, мы все находились примерно в равных условиях. Значит, сборник называется «Русско-музыкальный барокко. Тенденции, перспективы исследования». И включают он в себя материалы уже второй международной научной конференции, которая состоялась у нас в 2019 году, в ноябре. То есть вот уже прошло больше трёх лет, и, конечно, по разным причинам издание это затянулось. Первая у нас конференция проходила в 2016 году и тоже завершилась изданием сборников, даже двух. У нас был текстовый сборник, сборник материалов и нотный сборник, да, был как бы выпуск один, выпуск два. Вот это у нас также будет в двух частях, но теперь мы решили разделить выпуск три. Часть первая — это текстовые, собственно, материалы докладов, и выпуск три, часть вторая. Будет нотный сборник, он пока не готов, он сейчас тоже как раз идёт в работу, но вот вышел сборник докладов. Те материалы первой конференции издавались по гранту, что тогда называлось, РГНФ, по-моему, да, значит, и, собственно говоря, он, ну, может быть, благодаря этому вышел гораздо быстрее. Был он немножко больше по размеру, там было 38 докладов, то есть очень большой. Здесь у нас он, конечно, может быть более скромный по масштабам, да, то есть здесь 13 докладов, один доклад у нас про повод. Ну, к сожалению, был снят исследовательница из Львова, последние прям уже буквально, так скажем, неделю перед выходом сборника. Ну, в целом, это было связано отчасти с меньшим количеством выступающих на второй конференции, ну, и не все, как бы, тоже предоставили доклады или, ну, как-то отпали там на стадии, да, подготовки. Может быть, кто-то отдал другие какие-то издания, потому что всё-таки был доводен долгий процесс. Значит, если, ну, просто я ещё скажу, может быть, кто-то не знает, потому что такая же эмблема у нас была на первом. Вот сборники на обложке, это, на самом деле, фрагмент рукописи портесной, который хранится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. Здесь у нас есть ссылочка, фонд 379, номер 118. Это книга праздники, партия Альта, и вот там в одном, ну, как украшение идёт, вот это, на самом деле, хоровая партитура. То есть четыре фрагмента здесь, которые можно составить в четырёголосную партитуру, да, это отдельные партии вот так вот на четырёх, как бы, соединённых вместе фрагментах. Ну и, конечно, очень красивая, да, декоративно украшенная вот эта вот партитура. И обложка разработана художником Валерием Миловановым. И она у нас повторяется, становится уже символом нашей конференции. Значит, теперь, если можно, следующий вот слайд, там, собственно, содержание, ну, не знаю, может быть, мелко достаточно. Я всё-таки, наверное, немного расскажу о каждом, да, ну, коротко очень, да, об этих статьях. Открывая сборник, моя статья, которая называется «Русская музыкальная барокко в исследованиях 17-19 годов». Почему поставлены эти даты? Потому что вот от момента окончания и выпуска сборника первой конференции в 16-м году до второй, то есть вот этот период, три года, да, ну, там, и он был очень значительный. То есть там представлено огромное количество статей, монографий, то есть это такая вот справочная статья, которая отражает работы, ну, всех участников прошлой конференции, ну, и нынешней тоже. То есть можно использовать как библиографический такой, ну, библиографический справочник по русскому музыкальному барокко, систематизированному по направлениям и так далее. И в целом в этой сборнике у нас четыре, как вы видите, таких подраздела. Вопросы истории источника видения, книжные песни эпохи русского барокко, постоянное портесное оголосие от портесной гармонизации, вот, который в том числе издан Натальей Валерьевной, да, то есть из этой сферы, и портесное переменное концертное многоголосие, то есть вот такие четыре основные сферы, да, основные проблемные, можно сказать, сферы, касающиеся исследования русского барокко. В первом блоке статья Кирилла Владимировича Пастернака с таким вопросительным названием «Истоки портесного пения. Польша или Крит?» То есть, ну, известно, что, да, у нас как аксиома, что пришло это к нам Польша, а в Польшу из Италии и так далее, да, то есть такие, как бы, известные пути. Но тем временем Кирилл Владимирович ставит здесь этот вопрос и отвечает у него, ну, как возможное, да, в виде возможных центров на Крите, там, где были греческие, соответственно, уже портесное сочинение. Он приводит разные исследования современных исследователей, там, в том числе румынских, и, ну, как бы доказывает свою точку зрения, что возможным истоком является также и Крит. Статья Елены Евгеньевны Черновой замечательная, да, о рукописи из Британского музея и других певческих рукописей в зарубежных архивах. Собственно, она, как бы, идет по следам, по стопам Ивана Алексеевича Гарнера, да, то есть это подзаголовок этой статьи. И Елена Евгеньевна, правильно говорю, Елена Евгеньевна, да? Елена Евгеньевна, она, значит, проделала колоссальную эту же работу, чтобы посмотреть самостоятельно все эти рукописи, которые указывал в своих трудах Гарнер. И это очень интересная рукописи, то есть даже когда вот она представила и в виде доклада, и в виде своей презентации на конференции, это чрезвычайно интересно. Мы можем только мечтать о том, чтобы, ну, увидеть их и как-то познакомиться с ними целиком, потому что иногда у нас есть только содержание, да, и хотелось бы познакомиться вот с материалом. Вот следующий слайд, возможно, да, вот этот фрагмент приводится из уникальной такой всеночной, нет, литургии, да, всеночной, значит, демественной, которую Елена Евгеньевна расшифровала. И здесь вот фрагмент ее расшифровки, словословие великое, да, тресвятое, вот мы видим вот это вот демественное четырехголосие. Ну, в самом сборнике иллюстрация хорошего, да, довольно-таки качества, хотя, в общем, это было сложно, да, у нас вот как вот Сергей Михайлович Мовчан, я его тоже благодарю от всей души, он как бы все, что касается нотных примеров, им проверено до последней ноты. Вот, а здесь просто каждый набирает свои программы удобные, и вставали, конечно, проблемы, чтобы вот, ну, как-то это донести в нужном виде, да, в качестве. Таким образом, тоже такая источниковедческая, очень чрезвычайно ценная статья. Следующая статья Юлия Борисовна Демиденко, которая у нас работает в Русском музее, и она представляет совершенно потрясающий материал, открытие сборник портесных концертов «Елизаветинского царства», который хранился, но о нем не было известно долгое время, то есть буквально вот последние, там, около пяти лет он открыт, фонда Государственного русского музея, может быть, следующий слайд, мы можем увидеть вот эти потрясающие серебряные оклады этих рукописей. Это 16-голосный комплект портесных сочинений, и каждая рукопись имеет вот этот потрясающий серебряный оклад с вензелями, не помню, следующие тоже у меня будет из этой же, да, вот Елизаветы, да, значит, соответственно, на крышке этой уникальной серебряной хранились эти книги в бронекладовой Русского музея. Потому что они представляют собой памятники декоративного искусства, а как бы, ну, не певческие, да, не книжность такой певческой, поэтому, в общем, ну, как бы не каждый исследователь может туда попасть, да, чтобы просто поработать с этими рукописями. То есть вот когда я защищала Доксовскую диссертацию в 13-м году, благодаря, кстати, Кириллу Владимировичу Пастернаку, он мне сообщил, что вот есть такие где-то сведения там о том, что есть такие сборники, то есть чудо-революционные, ну, и как бы никто не знает, где они. А потом вот буквально открыли, значит, вот эти, их там 14 партий, и две оставшиеся нашли одну в Государственном Эрмитаже и одну в Государственной Терезиковской галерее. То есть это вот, и теперь это полный комплект, ну, рассеянный вот так вот, да, это, конечно, потрясающе. Вот следующий, можно еще слайд? Нет, это уже не то. Ну, в общем, там еще был, то есть здесь на обклейке приведена, значит, приведен разворот рукописи партии Дисконта, Дышконта, вот, по которой пела сама Елизавета. Она называла себя дишконтистом, да, придворным дишконтистом, и вот этот репертуар, собственно, исполнялся ей. Это в основном концерты различные, там есть произведения Цитова, ну, и не все, они практически никакие не подписаны, ну, в общем, с этими руками себе еще предстоит работать, конечно, с следователем. А можно назад, там, где у меня оглавление, вот книжные песни, да, вот эпохи барокко, значит, ну, соответственно, Елена Евгеньевна Васильева, которую вы слышали, да, и здесь находится ее статья «Большая милострофа псалмов Архимандрита Германа», и тоже на вклейке помещены вот замечательные фрагменты из этой рукописи, которую она издала отдельно, и статья тоже посвящена вот этой же теме Новороссалимскому сборнику. И на эту же тему статья Нора Александровна Потемкина о рифмованных псалмах, рукописях из Государственного исторического музея. Вот здесь вот теперь опять дальше, если можно, слайд, вот там фрагмент, да, вот, то есть это у нас тоже псалмы, да, ну, вот, как бы стиль вот этих новороссалимских псалмов, вот здесь вот это уже из статьи Норы Потемкиной, она тоже рассматривает и публикует, здесь же есть нотный пример, фактически целиком, помещенный этих псалмов. Ну, небольшой вот из двух статей состоящий такой раздел. Дальше у нас идут портесные гармонизации, здесь статьи петербургских исследований Софии Тимуск и Елены Васильевны Плетневой о попевке «Колесо-ключ» в четырехголосных портесных гармонизациях знаменной моноде. То есть очень такая ценная, скрупулезная статья, рассматривающая все виды этих попевок и разные варианты гармонизации. Статья Ивле Александровича Семененко «Проблемы статистического анализа в портесных обработках знаменого распева». Это, конечно, такая у нас уникальная деятельность тоже аспиранта Санкт-Петербургской консерватории, уже сейчас стоит перед защитой своей кандидатской диссертации, очень надеемся. И он у нас занимается очень такой сложной, близкой к математике областью анализа, статистическим анализом. Вот следующий слайд показывает... Нет, чуть-чуть дальше. Вот один из многочисленных графиков, который Ивле Александрович использует в своей статье. То есть это такие вот графики, таблицы, основанные на прям точнейших математических расчетах, которые дают нам основание более уверенно говорить о каких-то стилистических чертах портесных гармонизаций, о которых мы, может быть, предполагали без опоры на точные расчеты. Вот сейчас это все подкреплено цифрами. Дальше статья Лавы Вадимовны Контрашковой здесь присутствующих о некоторых стилистических чертах ярославских восьмиголосных обработок греческого распева. Это, конечно, уникальное наследие ярославское, которое нами только немного исследуется. Здесь берется восьмиголосие из рукописи Петропавловской церкви города Ярославля. Сама церковь не сохранилась, она была взорвана в 30-е годы, а вот эти памятники, сохранившиеся, они нам дают представление о том, каково было это ярославское многоголосие примерно в середине XVIII века. Вот пример выше, если можно, предыдущий слайд. Вот это фрагмент из Тресвятого восьмиголосного расшифровки Ланы Вадимовны, который показывает такую грандиозную совершенно композицию в русском портесном пении. Действительно один из шедевров, и он даже записывался, по-моему, ансамблем «Сирен». То есть ее можно услышать. — А, «Эксклибрис». — А, «Эксклибрис». — Да, да, да. То есть, ну вот, и теперь, как бы, здесь в том числе в статье это произведение разбирается. Ну и последний блок связан с концертными многоголосиями, с портесными концертами. Здесь четыре статьи. Статья Ирины Владимировны Герасимовой. Ну, это петербургская исследовательность, сейчас она работает в Обскове. Называется «Две барочные музыкальные интерпретации последней третьей XVII века». Кондака Кафиса «Святитель Николай». Речь идет о двух концертах. Один Михаила Заславского, а один, предположительно, Николай Делецкого на один и тот же текст. Его сравнивают с этими «Две барочные интерпретации», работа с текстом, с тематизмом. И концерт под вопросом Делецкого будет опубликован в том числе в нашем нотном сборнике, о котором я уже сказала. Статья Евгения Евгеньевна Готовская. Концерт Василия Титова в «Ким Валику с нами чистыми. Особенность с тематизмом и композиции». Автор работает в Православном Свято-Святительском гуманитарном университете по специальности дирижера. И вот сейчас подготовлена диссертация по концертам Василия Титова, не так давно открытым. И этот концерт в «Ким Валику с нами чистыми», посвященный успеху, он, конечно, уникальный. В нем 17 обозначений размеров. 17. И это просто несколько наличий текстовых рефренов. Там масса трехдольных метров. То есть все, какие возможно придумать трехдольных метров. Три первых, три вторых, три четверти, три восьмых, двенадцать восьмых и так далее. То есть это просто какой-то брыжущий барокко. И этот концерт исполнялся у нас на конференции и тоже будет опубликована эта партитура. Григорий Иванович Лыжов. «Ля минор» в скобках в сочинениях Орландо Деласа, Генриха Шуци и Василия Титова. Ну понятно, почему «Ля минор» в скобках. Потому что в условиях ландовой системы на переходе к Венессансу в барокко еще не сложились мажоры минор как таковые. Мы можем говорить либо о ладах, либо о начальных стадиях. Прото-миноре и так далее. И здесь, конечно, очень интересные параллели между западноевропейской музыкой и русским барокко. Замечательная статья исследовательская. И завершая сборник, статья Екатерины Юрьевны Антоненко. «Многохорные концертные сочинения портестной эпохи. Исполнительские подходы». Екатерина Юрьевна, собственно говоря, получила грант на проведение конференции. Благодаря ей участвовали исследователи из разных городов и даже из-за рубежа приехали на нашу конференцию. И вот здесь вот находится ее статья. Мы знаем, что ансамбль Эндрада, которым она руководит, очень мастерски исполняет многохорные сочинения. То есть на 8, 12 и даже на 24 голоса они исполняли сочинения Титова. И здесь, конечно, очень важный вопрос. Как отразить вот эту многохорность, какие-то акустические эффекты с этим связаны. Какая может быть расстановка хора или ансамбля при таких исполнениях. Вот эти вот варианты все здесь рассмотрены. Очень интересная содержательная статья. Но я надеюсь, что я вас не утомила, наоборот, заинтересовала этим сборником. Вот, надеюсь, что будет полезным, действительно интересным для многих читателей, не только для специалистов. Спасибо. Спасибо большое. Мы очень рады, Наталья Юрьевна, что так удачно вышел сборник. Я так рада, что наконец это осуществилось. Большое вам спасибо. И в заключение тоже мы не планировали заранее эту презентацию, как вот с Натальей Юрьевной получилось. Но все-таки я не могла обойти стороной и не показать вам великолепную книгу, которую ученый совет увидел на прошлом заседании месяц назад. Это записная книжка Евсеева. И я сейчас попрошу представить ее Григория Анатольевича Моисеева, который, собственно, тоже принимал участие в работе над этой книгой. Это, конечно, не совсем по профилю нашей конференции, да, ни медиевистика, и ни портес, и ни барокко. Но это все-таки такой труд, знаковый для Московской консерватории. Поэтому я решила познакомить тоже вас кратко с этим изданием. Спасибо большое. Прежде всего хочу сказать, что ее составителем является Алиса Анатольевна Бобрик. Она же инициатор издания. Ей предстояло расшифровать и прокомментировать рукопись. Я выступил в качестве со-редактора, как бы со-комментатора, что обозначено на вороте титульного листа издания. И, конечно, издание не состоялось бы без участия Марины Сергеевны Евсеевой, внучки Сергея Васильевича, пианистки, профессора Московской консерватории, исполнительницы, пропагандистки, камерных сочинений Сергея Васильевича. Его архив передан, большей частью, в Российский национальный музей музыки. Это фонд 178. Но данная записная книжка, по сути, это дневник, личный дневник. Она хранится как семейная реликвия в домашнем архиве Марии Сергеевны. Что она собой представляет, сразу скажу несколько слов об этой книжке. Вот я просто в качестве соотношения пропорций видна, да, вот эту книгу. И я к ней приложу вот такую миниатюрную книжку. Вот такой формат имеет этот дневник. Это записная книжка. Совершенно каллиграфическим миниатюрным почерком она заполнена. Так что это было своего рода таким потрясением, когда я впервые это увидел. Не только для меня, но и для всех сотрудников издательства. Когда Марина Сергеевна нам принесла ее для сканирования иллюстрации на цветной вклейке. Совершенно непонятно, как можно вот таким мелким почерком было вписывать. Причем чернилами и расшифровкой велась исключительно под лупу. Вот с таким увеличением, либо с очень сильным сканированием. Про самого Сергея Васильевича Евсея, наверное, необходимо сказать. Мы все как бы его представляем и все с ним знакомы, с его именем, еще с какого-то, может быть, детски-юношеского возраста. Потому что все учились по бригадному учебнику, по гармонии, а он является именно членом бригады наряду со Способиным. Там все прекрасные его фамилию помнят. И те, кто учились в Московской консерватории и посещали в первом корпусе 38 класс на четвертом этаже, там, конечно, видели его портрет. Там два портрета украшают этот класс Юрия Александровича Фортунатова и Сергея Васильевича Евсеева. Сам он, можно его представить как младшего современника Прокофьева, его годы жизни, 1894-1956 год. Можно вторую иллюстрацию показать. Там представлен такой групповой снимок. Это Прокофьев, это Гальденвейзер, Анатолий Александров и Евсеев. Они запечатлены в Клину в июне 1940 года. Один из таких выездных сессий, посвященных памяти Танеева, памяти Чайковского. До войны несколько таких было поездок профессоров Московской консерватории в Клин. Кстати, Евсеев является таким несостаившимся директором музея Чайковского, но это немножко другая история, я на ней останавливаться не буду. Он композитор, автор около 70 опусов, все они перечислены в приложении к этому тому. Среди них есть и симфонии, три симфонии, и концерты для совершенных инструментов с оркестром, и канарно-инструментальные циклы. Это многочисленные фортепьянные сочинения, он был превосходным пианистом, учеником Гальденвейзера, вокальные ансамбли, две кантаты о Сталине. Также четыре духовных хора, что, наверное, особенно интересно в контексте сегодняшней конференции. Я, наверное, остановлюсь на этом более подробно. Это такой цикл, который он написал в 1922 году. Четыре духовных хора, опус 8 для солистов и хора акапелл. По всему мы видим, что Евсеев был человеком поцерковленным и получил русское православное воспитание. По сути, здесь он представлен как такой начинающий духовный композитор. В дальнейшем эта линия не была продолжена, но в дневнике имеется несколько записей об этом цикле. Я думаю, что они могут быть интересны. Я сейчас прочитаю избранные. 1922 год, 22 мая, начал и 23-го кончил. Отче наш для биритона «Соло с хором», которое в недалеком будущем исполнит Алексеев. Кто такой Алексеев? Константин Сильвестрович Алексеев, годы его жизни 1889-1951, композитор, регент хора храма Святого Великомученика Никиты на старой Басманной. В 1922 году она называлась Марксовой улицей. И далее Евсеев отмечает, что к разучиванию очень наш хор этого храма переступит через два месяца. Действительно, это состоялось в июле 1922 года с Алексеевым. Евсеевы связывали, видимо, какие-то очень тесные даже дружеские отношения, потому что еще одна из записей 1922 года, 16 июня, он пишет. На именинах у Алексеева я компонировал Крученко и Гайдемакову. Они пели Леон Ковалу, Мусоргского, Бородина, Буно, Глиера и прочее. Присутствовал здесь Костальский. Дальше следует оценка певческих способностей тех, кому он аккомпонировал. Он очень был прекрасным профессиональным компонентатором. И, в общем, эти певцы, конечно, не оставили никакого следа, а Костальского здесь представлять в данной аудитории не нужно. Костальский был профессором Московской консерватории с 1922 года. Кстати, в этом же году профессором консерватории стал и сам Евсеев. Вот еще один факт, который мы видим, встречаем в записной книге по поводу контактов с Алексеевым. 19 августа 2022 года на Всеночной по случайному недомоганию Алексеева я дирижировал почти всей Всеночной. То есть мы видим ее все здесь в таком амплуа. В дальнейшем есть еще несколько примечательных записей об этом цикле опус 8 на четыре духовных песнопения про разучивание с хором 26 июня. Всем хористам чрезвычайно понравились мелодии, гармонии и ходы. Но, к моему удивлению, они говорят о чрезвычайной сложности письма этой вещи. Буквально через несколько дней, через неделю, 8 августа, встречается следующая запись. Окончил сугубую ягтинью для голоса с хором, которую в уме сочинил на даче почти в том самом виде, как она увековечилась на бумаге. Наконец, 31 августа есть такая запись. Окончил новое духовное произведение по заказу Алексеева величания святителю Никите. Опус 8 номер 3. И дальше запись, уже подытоживающая работу над этим циклом. С 5 ноября по 7 ноября работал над новым своим духовным произведением «Заповеди блаженства». Опус 8 номер 4. К сожалению, этот цикл никогда не был издан. Наверное, это естественно. Он хранится в фонде Евсеева, в Российском национальном музее музыки, в виде рукописи. А в дневнике встречается еще несколько записей о репетициях и разучивании величания. Сам Евсеев дает следующую оценку. По-моему, звучит очень хорошо. Звучно сильные, массивные, но отнюдь не крикливые. Хористы несколько удивлены моей вещью. Это уже ноябрьские записи 22-го года. И, наконец, запись про величания, которые пели на все ночные части, где пел квартет, соло, вышла неожиданно скверно. Сказалось совершенно отсутствие ансамбля. Хоровая же часть несравненно лучше, чем на репетициях. Интересно проследить по дневнику судьбу. Ну, конечно, фрагментарно. Вот этого регента Алексеева. В 30-е годы он переключился на дирижирование оркестром народных инструментов и был составителем такого учебного пособия. Школа коллективной игры на русских народных инструментах. Трехстронные домры и балалайки. И Евсеев писал для этого пособия тоже инструктивные сочинения. Вот приведу такую примечательную запись. По просьбе Алексеева для заканчивающейся его школы народных инструментов написал небольшую пьесу. Как художественный образец на иллюстрацию особых технических и теоретических моментов школы. Пьеска вышла крайне мелодичной, выразительной и нежной. Гармонические краски низко романтичны. Пьесу назвал словом Ариетта. Желаю подчеркнуть ее кантиленный характер. Ну и еще есть несколько пьес. Я не счастливу на них останавливаться. Это, конечно, симптоматично. Это очень ярко, видимо, иллюстрирует судьбу церковных музыкантов, как они должны были адаптироваться к новым реалиям. И в этой связи нельзя не сказать о тех выпускниках синодального училища композиторов соответствующей школы, которые упоминаются в дневнике. Сейчас я остановлюсь на... Да, я должен сказать о Регенте Комарове еще, наверное, который тут упоминается. Это известная, достаточно известная фигура советского времени Виктора Степановича Комаров. Года жизни 1993-1974. Он упоминается всего единожды. В 1925 году, 13 января, следующая запись. Написал для Комарова пятый голос к четырехголосному духовному хору. К сожалению, не удалось восстановить, как он. Вышло недурно. Хор украсился заметно. Комаров же, дав новый заказ, оказался в некотором отношении бессовестным надувальщиком. Вот и положись на людей. Это безобразие, позор. Часто дневник бывает отражает такие эмоциональные состояния автора. Видимо, он был человеком таким оппульсивным. Кстати, вот и Марина Сергеевна Евсеева в беседах неоднократно это отмечала. Она еще застала свою дедушку. Правда, он ушел из жизни, когда ей было всего, по-моему, не больше семи лет. Но вот она запомнила его экспансивность. Это такая черта его характерная была. Теперь необходимо сказать, наверное, о Кастальском, продолжить эту линию. В 1927 году, 28 мая, в Государственном институте музыкальной науки на ученом совете состоялось заседание памяти Кастальского, о чем сохранилась запись в дневнике Евсеева. Намеченная программа, пишет он, к сожалению, не была выполнена ввиду болезни Пасхалова и запрета главнаукой выступлений Государственной Крамы Капеллы. Все заседание свелось к одному докладу Никольского и выступлению ансамбля любимого, коего бы я не дождался, впрочем. Так часто у нас чествуют, заключает слово в кавычке, чествуют наших деятелей. Не правда ли? Здесь, к воле, по иронии мы не можем не услышать в этой записи. И еще одна фигура, наверное, сквозная фигура дневника, это Николай Михайлович Данилий. Николай Михайлович Данилий, хороводирижер, а вегент, тоже выпускник синодального училища. Он преподавал в Московской консерватории с 1923 года. Запись, которую я хочу процитировать, во-первых, она относится к такому концерту, посвященному памяти Мусоргского. Он состоялся в 1931 году, 31 мая. Слушал юбилейный концерт из произведения Мусоргского в Большом зале консерватории. Поржественное заседание прошло казенно, говорили вещи непроверенные, но почему-то считающиеся бесспорными. И Келдор своим почти часовым докладом просто уморил всю публику, которая демонстративно выражала свое неудовольствие. В первом отделении концерты были сплошь показаны скучные, слабые номера. Многое у Мусоргского, а особенно фактически нового редактора Игоря Глебова в оркестре звучало скверно. Паучнический, нищенский Сараджев не владеет оркестром, не умеет использовать исключительные составы и старчески затягивает темпы. Во втором отделении выручил все грандиозный хор, превосходно подготовленный Данилиным. Вот это действительно огромный мастер, организатор, чуткие досущности музыки, до настоящих темпов. И опять-таки обидно в тройне, что эти невероятные для данных условий достижения хора и Данилина портил оркестр руководимый Сараджевым. Затягивание темпа, неяркое звучание. Резюмирую. Считаю принципиально неправильным создание новой редакции текста и оркестровки под флагом борьбы за подлинный текст Мусоргского. Сейчас я немножко сокращу эту цитату. Считаю, что только Данилин спас положение. Браво Данилину, еще не оцененному в наших высших кругах. Он по заслугам получил оглушительную и длительную овацию. Еще раз позвучу, да, то есть 31 марта 1931 года. Есть в дневнике еще одно упоминание, может быть, несколько курьезно-комичное, такого синодального, опыстника синодального училища, как Константин Николаевич Шведов. Я думаю, известный всей нашей аудитории, скорее как композитор русского зарубежья. Потому что с 1925 года он находился в США в эмиграции. Запись довольно короткая, но, повторюсь, примечательная. 1922 год, 21 ноября. Был начествование Михаила Михайловича и Политова Иванова в Большом зале консерватории. После концерта и оглашения адресов и приветствия от многочисленных депутаций состоялся банкет-ужин в малом зале, на котором много пили. Шведов напился вдрызг. По окончании ужина музыканты пели отчаянно плохо, дикими композиторскими голосами. Ну и, видимо, последней фигурой, на которую нужно обратить внимание, я, конечно, так ограничиваю, потому что я скажу, в указателе имен этой книги перечислено полторы тысячи имен. Полторы тысячи. Вот он занимает много-много страниц. Так что вы можете представить круг общения Евсеева, круг чтения и так далее. Ну, из-за консерва о Павле Григорьевиче Чеснокове. Есть несколько записей. 9 апреля 1923 года был у меня Чесноков и принес мне для изучения оперу Римского Курского ночи под Рождество. Затем запись 12 февраля 1926 года. Очень интересная. «Всеночное бдение» Рахманинова. Она прозвучала в Большом зале консерватории под управлением Чеснокова. Евсеев подчеркивает. «Был наредком для советских порядков в концерте. Слушал всеночную Рахманинова. Красота которой здорово поблекла от исполнения с плохой звучностью, нечистыми интонациями и искажениями авторского текста или марок». «Где же роль дирижера?» Выпросительный, выражающий недоумение. Опять же, мы с такой эмоциональностью автора здесь сталкиваемся. Дневник заметно отличается от многих подобного рода, подобного жанра. Книг именно своей живой интонацией. Читят совершенно нескучно. Это подчас очень такое увлекательное чтение. Ну и, наконец, наверное, нужно рассказать о структуре книги. Она достаточно проста. То есть здесь изложение идет по годам с 1922 по 1941 год. Соответственно, охватывая 19-летие. По сути, это такая своего рода летопись о Московской консерватории, можно так сказать. Летопись и концертов, и внутренней жизни, жизни кафедральной, жизни студенческой. Обрисовывающей многие перипетии, в том числе и создание бригадного учебника, с которого мы начали обзор этой книги. Далее идут приложения. Приложения 1, приложения 2 и приложения 3. Концерты в музыкальной школе имени Танеева, руководителем которой был Евсеев. Затем беседа Олеси Бобрик с Маейной Сергеевной Евсеевой, очень содержательная. И, наконец, список сочинений Евсеев. И, если можно, я попросил бы вам показать еще иллюстрации, переключить. Здесь представлены начало этой записной книжки. Всем видно, надеюсь, да? Да-да, мы ее видим хорошо. Вот эта книжка для всевозможных отчетных впечатлений жизни Сергея Васильевича Евсеева, проживающего в доме номер 37, квартира 6, по Малодворянской, Малой Пионерской, Замоскловецкого района. Это титленный лист этой книжки. Она читала в 1922 год. А затем, следующая иллюстрация, перелесните, пожалуйста, это последняя страница записной книжки. Вот, кстати, можете здесь наблюдать этот каллиграфический мелкий почерк. Причем это, конечно, увеличенный, очень сильно увеличенный изображение. Заканчивается весь текст очень символической записью. Это 22 июня 1941 года. Я ее сейчас процитирую. Одну секунду. Сейчас. Одну секунду. Одну секунду. Одну секунду. Не знаю, может быть, там вам видно. Утром узнали потрясающую новость. На нас обрушилось невероятное бедствие. Вся страна попала под удар фашистской Германии, вероломно напавшей на нас. Это известие сразу и целиком опустошило нас. Трудно представить те испытания, какие обрушились на нашу Родину. Трудно представить то напряжение, какое нам нужно будет сделать, чтобы отвоевать свою свободу, независимость, не дать фашистам закабалить хотя бы и часть нашей территории. Тяжело. Вся жизнь, все наши планы, все должно диаметрально измениться. Все наши желания в корне переадресоваться на нужды обороны. Вот так заканчивается этот уникальный совершенно документ. Продолжение не последовало. Дальше он уже не вел подобные дневниковые записи. И Олеся Анатольевна Бобрик планирует вместе с Вариной Сергеевной продолжить эту серию, продолжить изыскания, исследования в этой Евсевиане и сделать второй том, в который включить воспоминания о Танееве. В общем, этот текст, возможно, кому-то из вас уже встречался. Евсеев был одним из последних частных учеников по контрапункту у Танеева. По гармонии он учился у Катуара, а также у Канюса. Он, как видите, получил изысканное музыкальное воспитание и был таким вот носителем высоких традиций, высокого академизма. И также во втором томе планируется статья современных исследований, посвященная разным. Большое спасибо, Григорий Анатольевич. Мы, к сожалению, вынуждены освобождать зал, конференц-зал. Я закончу. Спасибо большое за предоставленные возможности. Большое вам спасибо. Я думаю, что все, кто заинтересуется, могут эту книгу и в киоске консерватории наблюдать, и, конечно, в нашем научно-издательском центре. Я думаю, ее можно всегда приобрести будет. Продолжение следует...